Игорь Павлович, в должности председателя Новополоцкого горосполкома Вы недавно, чуть более двух месяцев, успели освоиться? Ну, я чуть меньше, чем два месяца, но освоиться мне помогло то, что очень плотный график. Все мероприятия, которые расписаны у меня, согласно моих должностных обязанностей, они, конечно, помогают мне быстро войти в курс дела. Я, по ходу, знакомлюсь и с руководителями предприятий города, с людьми, с работниками предприятий. Естественно, плотный график, динамичный рабочий день, что это, конечно, способствует быстрому вниканию в суть проблем городских. Также подготовленный и слаженный коллектив, который работает в городском исполнительном комитете города. Люди-профессионалы, естественно, опираясь на них, я считаю, что уже достаточно владеют той обстановкой, первыми очередными проблемами города, над которыми надо работать. Как вам Новополоцк? Как вам люди, сам город? Что зацепило в северных краях? Белорусы ассоциируются с такими вот качествами, как добродушное, трудолюбивое, гостеприимное, хлебосольное. Вот новополочанам все это присуще. Тоже не исключение. Ну вот ни для кого не секрет, вы человек военный, а в гражданской работе, на ваш взгляд, это больше плюс? Ну, конечно, плюс. Потому что тот опыт работы, который на прежних должностях я работал, естественно, мне в помощь на сегодняшней должности. Поэтому я, да, сто процентов это плюс. Но сегодня, Игорь Павлович, еще время непростое, да, не будем про это забывать. Нас ожидает важная электоральная кампания, президентские выборы. И мне кажется, вот сегодня наши люди, подтвердите, наверное, этот факт, они стали больше ценить то, что мы сегодня имеем. Я имею в виду мирное небо, да, над нашими головами. Конечно, стабильность у нас в стране, прежде всего мир, это в сравнении то, что творится возле наших границ, это дорогого стоит, это благодаря мудрой политике нашего президента. И да, действительно, горожане, новополочане, вообще жители нашей страны это оценивают, ценят, и это надо сохранять. И это, наверное, благодаря вот в том числе военной дисциплине. Вот без этого бы, мне кажется, мы этого бы не имели сегодня. Есть у нас декрет номер один, который обязывает быть дисциплинированным всем, не только военным, но и гражданскому населению. Поэтому, да, безусловно, дисциплина, она должна быть везде, потому что, начиная с семьи, дисциплинированные дети, дисциплинированные работники на производстве, ну, законопослушные граждане. Вот, благодаря этому у нас и порядок на улицах наших городов по всей стране. Игорь Павлович, а вот каким бы Вы хотели видеть наш родной Новополоск, ну, скажем, не будем далеко заглядывать, через год? Конечно, Новополоск, он город молодой, но динамично развивающийся, не стоит на месте, движется вперед. И каким бы я хотел видеть, ну, я хотел бы вот несколько планов таких озвучить, которые вот сейчас вот уже начали притворяться в жизнь. Во-первых, это ремонт дворовых территорий. Вот, очень большие силы и средства в этом году на это направлены. Уже будем начинать работу. Это где-то около 120 тысяч квадратных метров дорог в городе, которые пойдут под ремонт. Дворовые территории. Это около 94 домов будет включаться в 45 дворовых территорий. Ну, такие, которые наиболее уже пришли в упадок, необходимо будет ремонтироваться. Естественно, в этом году в планах завершить дорогу на БВК до Нафтана, которая уже началась ремонтироваться. И в этом году мы ее завершим. Это то, что разгрузит у нас поток транспорта. Значит, сдача детского садика на 200 мест в 9 микрорайоне с бассейном тоже планируем мы в ноябре этого года. Вот, такие мероприятия, как вот обновление нашего автопарка, будет у нас приобретены в два этапа электробусы. Электробусы в этом году планируется четыре приобрести, в следующем 22. Ну, и в этом году еще подстанция для зарядки для них построится тоже, что как бы будет большой вместимости электробусы. Такое вот подспорье и подспорье, но облегчит пассажироперевозки по городу, доставки наших жителей к месту работы. И также вот такая проводится работа. У нас есть наш волейбольный женский клуб, который вышел в высшую лигу в прошлом сезоне. Сегодня они заняли второе место в группе «Б» и вышли в группу «А», но у них нету своей площадки для тренировки. Они там тренируются в школе, поэтому вот уже проект в этом году будем отрабатывать. В следующем году выбрали уже площадку для строительства волейбольного зала с трибунной частью где-то на 200 человек, то есть со всеми условиями. Площадка для занятий спорта дворовая, уже современная. Выбираем или в девятом или в восьмом микрорайоне мы ее будем оборудовать, ну, то есть строить с улучшенным покрытием уже современным. Есть у нас такой бассейн «Изумруд». Вот хотелось бы мне тоже вот за этот год, чтобы сейчас проект отработали, проводим работы по выбору подрядчика, кто будет проводить эти ремонтные работы. Там есть определенные сложности, но я думаю, что совместными усилиями с руководителями наших предприятий в городе строительных мы этот вопрос решим. Также в планах у нас совершенствование трамвайного движения в республике только 4 города, где есть трамвайное движение. Вот у нас трамвайному парку 50 лет было. И вот совпало так, что мы сейчас двухэтапную работу проводим по усовершенствованию трамвайного движения, проект отрабатываем. И на следующий год строительство 3,5 километров ветки – это вот идет от Кольца до Молодежной и до 8-го микрорайона трамвайное движение. А также второй этап – это 8,5 километров – это уже в сторону Нафтана, получается, 26-27 год. Вот это вот в планах сдача жилья в этом году мы сдаем 3 дома многоквартирных. В следующем году запланировали тоже 3 дома многоквартирных. Будем продолжать строительство в сторону, продолжать в микрорайон 8А. То есть вот хотел бы через год, чтобы это вот все, конечно, реализовалось. Игорь Павлович, по традиции в день рождения Новополоцка, что бы хотели пожелать имениннику и его жителям? Конечно же, я хочу поздравить всех новополочан с днем рождения родного города. Я знаю, что новополочане гордятся своим городом, то, что достижениями города гордятся. Есть такой у нас дух города, хоть он и молодой, но уже традиции такие устоявшиеся. Конечно же, хочу пожелать всем в первую очередь здоровья, чтобы родителей радовали их дети своими достижениями, чтобы повышалось благосостояние наших жителей, чтобы на работе все спорилось, чтобы на работу все ехали с настроением, а после работы с настроением ехали домой. Потому что все условия для работы, для жизни у нас в городе есть. И самое главное, мирного неба, чтобы мир был у нас на нашей родной земле, который позволит претворить все задуманное.